Церковь Христос воскрес! Слава нашему Господу! Вы знаете, я тоже хочу немножко сказать, немножко затягивается у нас, вот перед тем, как мы будем славить Господа, это то, что Бог послал мне ночью, ну, не сегодня, это, наверное, было вчера, вот, и я хочу это слово вам сегодня передать, знаете, у нас сегодня праздник, мы празднуем, мы радуемся, мы благодарим Господа. Слышали, опять же, так же, Слово Божие, но, знаете, я хочу вам дать практическое, то, что мне Бог дал и чем я стараюсь жить. Это все послание для нас, как для Церкви Иисуса Христа. И это записано во 2 Коринфля, 5 глава, 15 стих. Давайте мы его откроем и прочитаем. Знаете, это слово однажды пришло в мою жизнь удивительным образом, это не первый раз я его получил, но получил это для Церкви, поэтому я считаю мужским, жизненно важным передать вам его. Я помню, мы приехали в Мобилев и служили там в Церкви, и, знаете, нас поверли после служения кушать на второй этаж, и, знаете, иногда картины такие со Словом Божьим, видели бы, да? И вот это слово я увидел, и оно прямо кричало в мое сердце. Это послание для каждого из нас. Это очень важно осознать, чтобы это не было просто, знаете, мишурой праздничной, она пройдет, эта мишура, и наступит, да, вот этой жизни нашей. И я хочу вас вдохновить. Первое, кому это нужно, это нужно мне. Я сегодня вот это слово принимаю от Господа, и хочу вам этого пожелать, потому что мы на самом деле семья Божья. И давайте его прочитаем вместе. Здесь написаны такие слова. Апостол Павел пишет, исполненный Духа Святого, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Еще раз. «А Христос за всех умер», то есть Он умер за всех людей. И особенно за нас, те, которые избраны, которые омыты кровью Христа, которые сегодня в Доме Божьем. Я вам хочу сказать, ни одного случайного человека здесь нет. И то, что дети делали, это все в контексте того, о чем мы говорим. Вот этот салат Оля сегодня делал замечательно. Молодец, Оля, я получил благодать через тебя. И вот это слово как раз об этом. Чтобы мы в нашей жизни не жили для себя, но жили для воскресшего, для умершего за нас и воскресшего. Аминь, церковь? И еще буквально пару мест. Потерпите меня. Это Колосянам, 3 глава, 16 стиха. Ой, не 16, простите. Да, 16, все верно. Вот это слово на прошлой неделе Бог опустил в нашу семью. И я учу детей этому. Это как раз о том же самом. Слово Христово довселяет в вас обильность со всякой премудростью. Научайте и разумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Это пожелание. Это пожелание того, чтобы это было в вашей жизни. Не просто петь песни, но в благодати воспевать Христа. Это огромная разница. Можно просто петь песни, христианские песни, может быть, даже хорошие, но не в благодати. Кто-то что-то из вас получает, братья и зеркалья? В благодати Иисуса Христа. В помазании и силе Святого Духа. Только тогда нужно вытворить. И все, что вы не делаете, с уловом или делом, все делаете во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. То есть вначале мы воспеваем Его в славе от всего сердца своего, от всей души своей. И тогда благодать сходит на мою душу, и тогда я делаю тоже все во имя Господа и Иисуса Христа. Церковь. Потому что сила Божья и повознание Божье на мне. Вы что-то получаете? И мы увидим чудеса и знамения, так же, как было в жизни Господа нашего и Иисуса Христа. То есть это жизнь настоящего Божьего поклонения. Не просто стоящего на сцене и пойдущего, и поднимающего руки. Я вот так этого видел. Но жизнь во Христе. Поведение во Христе. Когда ты любишь всех людей. Когда ты любишь ближнего своего, не только в церкви, но и за стенами ее. Когда на тебя плюют, когда на тебя клювечат, когда тебя унижают, а ты благословляешь. Не потому что терпишь, а потому что благодать Христа в тебе. Потому что любовь Божья в тебе, понимаешь? Вот это проявление настоящего, настоящей Божьей благодати. А мы не избираем кого любить. Вот этих любовь, с этими буду общаться. А я тебе, а я не буду любить. Друзья мои, это не благодать. Это человеческая гордость. О чем Оля очень красноречила сегодня говорила. Я думаю, вы что-то получили. И еще в этом же месте Писания, 23 стих. Колоса на 3, 23. Опять говорится об этом. И все, что делаете, делаете от души. Я не знаю, как вас, но я это обновляю. Я не могу делать то, что Бог мне дает, не от души. Я всегда отдаюсь полностью Господу. Сейте себя во Христа. Сейте себя в Христа. Все, что вы делаете, нету малого и большого, есть Христос. И Он сказал, без меня не можете делать? Без меня не можете делать? И все сказал, что? Ничего абсолютно в своей жизни. Если ты так будешь жить, твоя жизнь изменится. Твоя семья изменится. Все вокруг тебя изменятся. И тебе, как магнит, будут идти люди, потому что в тебе явится Христос. Церковь, ты слышишь, что-то вы думаете. Это послание Господа для нас, для каждого из нас. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, внимание, что постоянно от Господа получите достойное. Церковь, слышишь? Ибо вы служите Господу Христу. Вы что-то получаете? Все, что вы делаете, делаете, как для Господа, от всего своего сердца, от всей души. И ты получишь восстание, понимаешь? Не от людей, ведь они тебя будут благодарить, а будешь получать от Господа и заработаешь награду себе на небесах. Можешь сказать, это то, что Господь в этот прекрасный праздник хочет дать наши сердца. Я принимаю это слово. Я его назвал. Сей себя в Господа Иисуса Христа. Все, что делаешь, делай с любовью, от всего сердца. Живи не для себя, но для Господа. Умершим за тебя и воскрешим. И сейчас мы вместе встанем и прославим нашего спасителя и Господа Иисуса Христа, которому принадлежит вся слава, вся честь, все поклонение, все благословение, жизнь наша, дети наши, внуки наши, роды наши и все, что у нас есть. Да, прославится Сын Божий Иисус Христос в нас и через нас. Ему поднесем благодарность и хвалу. Да, благословит наш Господь. Сын Божий Иисус Христос 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать! 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 Воскресший Господь в ночь превоснесет, На небе восславится Своим Бог. Преклоним, крепим мы наши сердца, Расслабим за Сына Бога Отца. Мы будем петь Тебе наш дождь, Поверьте с нами, Моя Игра. Приступим в Себе воскресенье, Когда в единственном воскресенье Сегодня дети мы Твои, А мы, Иисусом, кровью, Преклоним, крепим мы наши сердца, На небе восславится Своим Бог. Преклоним, крепим мы наши сердца, Расслабим за Сына Бога Отца. Воскресший Господь наш превоснесет, На небе восславится Своим Бог. Преклоним, крепим мы наши сердца, Расслабим за Сына Бога Отца. Расслабим за Сына Бога Отца. Расслабим за Сына Бога Отца. Воскресший Господь наш превоснесет, На небе восславится Своим Бог. Преклоним, крепим мы наши сердца, Расслабим за Сына Бога Отца. Расслабим за Сына Бога Отца. Воскресший Господь наш превоснесет, На небе восславится Своим Богом. Преклоним, крепим мы наши сердца, Расслабим за Сына Бога Отца. Преклоним, крепим мы наши сердца, Расслабим за Сына Бога Отца. Воскресший Господь... Субтитры подогнал «Симон»